МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Результаты выборов уже подвели в областной избирательной комиссии. Митинг победителей на площади Победы прошла встреча новоизбранных депутатов с их избирателями. Не забываем о здоровье. 14 сентября – Всемирный день подтягиваний. Ну а теперь обо всем подробно. Начнем с дня выборов. В воскресенье прошел единый день голосования за кандидатов в депутаты в Рязанскую областную думу 6-го созыва. Уже завершилась обработка протоколов голосования на выборах в облдуму по одномандатному округу номер 18, расположенному в областном центре. Победу одержал кандидат от «Единой России» и действующий депутат Александр Шевырев. Полностью результаты голосования по одномандатным округам выглядят так. Согласно данным ГАЗ-выборы, во всех одномандатных округах больше всего голосов набрали кандидаты от «Единой России». Жителям Рязанской области предстояло выбрать 36 депутатов. 18 по партийным спискам, 18 по округам. Голосование прошло на 1025 избирательных участках. Приведем официальные результаты голосования за всех кандидатов по 18 одномандатным округам. По итогам выборов «Единая Россия» получила 25 мандатов. КПРФ – три мандата, «Справедливая Россия» – два по одному по спискам и по округам. Пять мест получили представители ЛДПР, три по списку, два по округам. Подробно о результатах голосования расскажет Глеб Галушкин. Несмотря на то, что изначально участвовало в выборах 10 политических партий и объединений, к моменту дня голосования, то есть 13 сентября, дошло всего лишь 8. По решению суда были сняты партия «Возрождение России» и партия «Родина». Напомним, что партию «Возрождение России» сняли с выборов в Рязанскую областную думу из-за сокрытия данных о судимостях кандидатов. В результате количество региональных групп в списке стало недостаточным для участия в выборах, и его не зарегистрировали. О партии «Родина» суд отказал из-за допущенных ошибок в документах при подаче их работникам обл. избиркома. В воскресенье 13 сентября для выборов депутатов Рязанской областной думы 6-го созыва на территории региона открылись 1025 избирательных участков. На одном из них, оборудованном в 7-й городской школе, проголосовал и губернатор Олег Ковалев. Я должен сказать, что политическая система стала более зрелой. По крайней мере, я это оцениваю по Рязанской области. Значит, я доволен тем, как проходила избирательная кампания. Конечно, не обошлось без шума, какого-то беззаимных обвинений, но это элемент избирательной кампании, это элемент пиара, это тоже элемент агитации, и поэтому мы должны к этому терпимо относиться, спокойно относиться. Значит, были несбыточные какие-то обещания, значит, ничем не подкрепленные. Все это элементы кампании, они присутствуют всегда, везде. О секретаре регионального отделения партии «Единая Россия» Аркадий Фомин голосовал на избирательном участке, расположенном в 4-м лицее. Для нас очень важно, какие приоритеты будет определять новая дума в социальной политике, в экономике. И я считаю, что у нас все есть для того, чтобы динамично и успешно развиваться вперед. Надо сказать, что несмотря на продолжение сбора урожая на дачах, явка избирателей была весьма высока. В итоге она составила почти 37,5%. Это означает, что на выборы депутатов Рязанской облдумы пришли более 350 тысяч жителей региона. За кого проголосовались, не секрет? Не секрет. ЛДПР. Это «Единая Россия». Почему? Ну, я всегда за них голосую. Я езжу яблоко. Почему? Не знаю. Коммунисты, да, да, вот я заехать хотела. Не секрет, за «Единую». Почему? Ну, потому что пока в покое порядок у нас есть. Утром в понедельник в здании Рязанской областной избирательной комиссии огласили итоги результатов выборов депутатов облдумы шестого созыва. Результаты выборов в Рязанскую областную думу предварительно таковы. Пятипроцентный барьер преодолели четыре политические партии. Все это партии парламентские. «Единая Россия» набирают 62,73% голосов, КПРФ 12,97%, «Справедливая Россия» 8,6% и «ЛДПР» 8,21%. Из партий, которые не преодолели 5-процентный барьер, наибольшее количество голосов набрали коммунисты России. Их результат 1,96%. Работники обл. избиркома отмечают, что в целом единый день голосования прошел спокойно, без серьезных нарушений. Стоит сказать, что 13 сентября рязанские полицейские перешли на усиленный режим несения службы. И на выборах нарушение общественного порядка не допущено. Так сообщают правоохранители. В продолжении темы, после оглашения предварительных результатов, на площади Победы прошел митинг победителей, где новоизбранные депутаты встретились со своими избирателями, озвучили планы на дальнейшую работу и даже спели песню для горожан. Алена Куколева расскажет о том, как это было. Региональное отделение «Единой России» отметило победу на выборах в Рязанскую областную думу митингом. Он прошел на площади перед МКЦ в понедельник, 14 сентября. Приветствовал горожан и секретарь Рязанского регионального отделения партии «Единая Россия» Аркадий Фомин. В своем выступлении он отметил, что количество голосов рязанцев в очередной раз доказали, что «Единая Россия» — это партия реальных дел и ответственная политическая сила. Мы знаем наши проблемы, мы видим пути их решения, но мы никогда не будем заниматься популизмом и давать несбыточных обещаний. Перед горожанами со словами благодарности выступали избранные в региональный парламент партийцы. Они выразили уверенность в том, что намеченная программа по развитию региона будет успешно выполнена. Эмоции все настроены исключительно на работу. И все те предвыборные, конечно же, не обещания, а те пожелания наших избирателей надо выполнять. Сейчас пять лет на то, чтобы исполнить, чтобы еще раз доверили наши избиратели нам свои голоса. Особенно, когда узнали предварительные результаты, очень много людей дали свои голоса за меня, поэтому, конечно, это накладывает определенный отпечаток и большие обязанности, в том числе перед людьми. На торжественном митинге народные избранники пели песни. Некоторые из них в составе творческих коллективов играли на музыкальных инструментах. К другим новостям. 13 сентября под Рязанью упал легкомоторный самолет. На борту находился один человек — пилот, житель Волгограда. Он погиб. Инцидент произошел недалеко от села Просечье Александра Невского района. Среди местных жителей никто не пострадал. Их дома целы. Самолет проводил работы по химической обработке сельскохозяйственных угодий. На месте происшествия работают специалисты и следователи. Они выясняют причину трагедии. По факту авиационного происшествия в Восточном следственном отделе на транспорте Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело. В ходе предварительного следствия будут установлены причины и обстоятельства происшествия и дана юридическая оценка действий и вид причастных к совершению данного полета. Еще о происшествиях. В ночь на 14 сентября в Сарайском районе произошло задымление в пассажирском поезде, следовавшем из Москвы в Пензу. К счастью, никто не пострадал. Сообщение о данном инциденте на станции Желобова поступил на пульт МЧС примерно в час ночи. Задымленность удалось ликвидировать бригаде, паровозы, пассажиры, составы не пострадали. Также на месте происшествия выезжали сотрудники МЧС. Причины задымления пока устанавливаются. К другим новостям. Сегодня в Рязанской школе номер 74 прошла процедура «Перездача итоговой государственной аттестации для учеников девятых классов». Для Федерального министерства образования это своего рода подготовка к тому, что в 2016 году таким же образом станет возможна перездача ЕГЭ. Алена Куколева расскажет об этом более подробно. Девятиклассники, завалившие государственную итоговую аттестацию, которая является аналогом ЕГЭ, этой осенью имеют возможность пересдать экзамены. В сентябре в Рязанской области проходит дополнительный период аттестации. 7 сентября состоялся экзамен по математике, который сдавали 88 учеников. По результатам проверки все участники получили удовлетворительные оценки. Сегодня на базе 74-й школы состоялась перездача экзамена по русскому языку. Порядок проведения экзамена разрешает сдавать детям в дополнительный период. Тем, кто получил неудовлетворительный результат, кто по болезни отсутствовал. Сегодня проходит государственная итоговая аттестация формы государственного экзамена и основного государственного экзамена. Сдают 33 выпускника 9 класса. Ранее ребята, написавшие ГИА на 2, имели все шансы остаться на второй год. Теперь же есть возможность подтянуть предметы, сдать экзамены и продолжить обучение в школе. Небольшое отступление в пользу спортивной тематики. 14 сентября – Всемирный день подтягиваний. В нашем городе акция, посвященная этому дню, пройдет впервые. Она направлена само собой на популяризацию здорового образа жизни и спорта. И принять в ней участие смогут все желающие, независимо от возраста и пола. В Рязани Международный день подтягиваний прошел на нескольких площадках. Их обустроили во всех районах областного центра. Подтянуться на турниках пришли прежде всего юные и молодые горожане. Школьники и студенты собрались на одной из самых больших площадок для воркаута возле бассейна «Чайка». В этом году мы решили поддержать всемирную акцию. Своим количеством подтягиваний поддержать не только город, да, обозначить, но и нашу страну. Потому что в прошлом году Россия заняла второе место. И участников было где-то более 1200 и подтягиваний 21 тысяча. Мы надеемся, что наш город спортивный окажет в большую поддержку в нашей стране, в большом количестве подтягиваний участников. Массовости добавили ребята, для которых подтягивания и отжимания являются способом поддержания спортивной фигуры. Перед началом соревнований рязанские и косимовские турникмены показали мастер-класс. Во-первых, это силовой вид спорта, и он довольно-таки популярный и в колледже, и в студенческой среде. И вот этот всемирный день, в принципе, я, в общем-то, приветствую это. Ребята с удовольствием сейчас идут на вот это мероприятие. В пределах 10 раз я считаю, что это уже довольно-таки неплохо. Это средний результат 10 раз. Ну, выше 10 раз это уже, я считаю, показатель довольно-таки приличный, на хорошем уровне. Впервые уличные соревнования по подтягиваниям состоялись в 2011 году. Тогда на акцию собрались около 3000 человек. Однако довольно быстро спортивное движение вышло на международный официальный уровень. Так, 14 сентября прошлого года спортивные площадки были обустроены уже в 53 странах мира. По подсчетам Федерации воркаута и колестеники, в этом году к уличным турникам придет около 15 тысяч спортсменов и любителей здорового образа жизни. Главная цель – побить мировой рекорд общего количества подтягиваний. Такой результат будет показан, если каждый участник сделает не менее 10 повторений. В пятницу в Комсомольском парке на улице Новаторов презентовали новую универсальную площадку. Она стала третьей по счету в этом парке и, по словам общественных активистов, предназначена как для детей, так и для взрослых. На территории города имеется немало парков из зеленых зон, но не все из них оборудованы для отдыха. Некоторые парки все еще остаются неухоженными. Администрация города обещала исправить ситуацию. Похоже, что обещание свое держит. В прошлую пятницу в Комсомольском парке на улице Новаторов открыли новую универсальную площадку. По словам общественных активистов и жителей района, она предназначена как для детей, так и для взрослых. Замглавы администрации города Андрей Горелов призвал местных жителей беречь новинку и стараться приумножать зеленые насаждения поблизости. До конца ноября должны появиться пешеходные дорожки на входе в парк, а в следующем году полноценные внутренние велодорожки. Это все новости, которыми мы успели поделиться с вами сегодня. Далее в эфире программа подробностей, гостем которой стал Алексей Лощенов, заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Рязанской области. Ну а программа «Время говорить» прощается с вами до завтра. Всего доброго. Уважаемые жители города, Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии, в том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40-20-40. 40-20-40. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова